Когда речь заходит о лечении псориаза и других похожих дерматологических проблем, часто встает вопрос о том, поможет ли здесь цинокап. Ведь, по сути, активный ингредиент цинокапа – это цинк-перитион, одно из комплексных соединений цинка. Поговорим об этом с Ириной Ермолаевой. Здравствуй, Ирина. Здравствуй, Алексей. Начнём? Начнём. Впервые об активном веществе цинокапа стало известно в 1930 году. Цинк-перитион зарекомендовал себя как фунгицидное, противогрибковое и антибактериальное средство. Сам по себе цинк очень полезен, но мы рассматриваем цинокап именно как средство от псориаза. И вот тут уже появляются вопросы о целесообразности. Платить ли 800 рублей за 50 грамм мази или 1200 рублей за 60 грамм аэрозоля? Перитион цинк используется для лечения псориаза как противовоспалительное средство, которое используется в дерматологии как антипролиферативное действие. Очень актуально для лечения псориаза. Есть большая разница между тем цинком, что вы получаете с пищей, и тем, что находится в цинокапе. Цинк-перитион – это соединение молекул одного атома цинка, двух атомов серы и трех атомов кислорода. Заметьте, молекула цинк-перитиона несет в себе еще пять атомов базы. Псориаз – это тандем аутоиммунного заболевания, когда иммунитет атакуют собственные клетки кожи и жирорастворимые витамины в дефиците. А в инструкции цинокапа указано, что это противогрибковое и противобактериальное средство, которое снижает воспаление за счет подавления агрессивной флоры. Ничего общего с влиянием цинокапа на агрессивный иммунитет или восполнение жирорастворимых витаминов. Чтобы не слукаять, мы обязаны отметить, что цинк сам по себе помогает коже стать более эластичной и перестать сохнуть. Но делает это он потому, что помогает усвоить витамин А. Цинокап – неплохая задумка, но общего с псориазом, как вы видите, мало. Несмотря на то, что цинокап – одно из самых распространенных средств при профилактике перхити и сибарейного дерматита, цинк сам по себе полезен. Но как он поможет в лечении псориаза? Перецион цинка мы используем в регрессирующую и стационарную фазу. В регрессирующую фазу перецион цинка нам помогает снять воспаление, в регрессирующую фазу помогает удлинить стадию ремиссии. Допустим, цинк должен работать изнутри. Небольшая коррекция питания может значительно улучшить состояние псориаза, потому что цинк влияет даже на состояние гормонального баланса. С участием цинка проходит больше ферментных процессов, чем с участием всех остальных микроэлементов вместе взятых. Как только цинк перестает поступать с пищей, возникает его дефицит. И цинокап не то средство, которое сможет его восполнить. Одни из самых часто встречающихся причин недостатка цинка – это фитаты. Они содержатся в зерновых и таких продуктах, как покороны, мука, рис и прочее. Фитаты блокируют цинк. Стресс истощает цинк. Сахар и усваиваемые углеводы. Диабет и преддиабет. Алкоголь. Низкая кислотность желудка. Если у вас отрыжка или отжога, это значит, что у вас дефицит цинка, так как он не усваивается. Поврежденный кишечник не даст усвоить цинк. Воспаленная поврежденная печень. Фитиновая кислота оттягивает на себя цинк. Противозачаточные таблетки. И преднизон – синтетический кортизол. По сути, эти факторы меняются очень просто. Легкая коррекция питания. Это точно лучше применения цинокапа. А продукты, богатые цинком, в основном – это устрицы, морепродукты, морская капуста, свиное и красное мясо. Здесь стоит отметить, что применение цинка перорально в составе каких-либо продуктов не очень эффективно иногда бывает, потому что цинк очень плохо всасывается в желудочно-кишечном тракте. Здесь стоит обратить внимание на продукты, богатые большим содержанием цинка, включить их в рацион в большом количестве, либо задуматься о альтернативном применении каких-то биологических добавок. Но наружное применение цинка будет неплохим дополнением на облечение псориаза. Да. Спасибо, Ирина. Несмотря на то, что цинокап – хорошее средство от грибков и бактерий, эти организмы не являются причиной псориаза, а значит, цинокап крайне малоэффективен при лечении псориаза. Лечите псориаз комплексно, тогда есть вероятность достигнуть полного излечения. А говорили сегодня о цинокапе. Использовать ли его при псориазе, конечно, это ваш выбор. Это ваше здоровье и это ваша жизнь. Заботьтесь о себе. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok